Итак, значит, вы понимаете, в принципе достаточно, зачем уничтожать врага там 50 раз, да, когда может достаточно одного раза, ну, по большому счету врага-то можно уничтожить и не на 100%, а на 0,8%, ну, если говорить про, оставить его 20%, чтобы мучился, да, и поэтому в военном деле нынешнем, да, ситуация, если раньше минусы, задача мины была там, чтобы уничтожить человека полностью, то современные, ну, вернее, ну да, современные мины, они, им не нужно уничтожать полностью, да, человека, потому что лучше уничтожить, просто чуть-чуть взрывчатки, оторвало стопу и все, воин ведь не дееспособен, да, то есть он уже все, он не боец, и что дальше? Зачем уничтожать всего, когда можно уничтожить только стопу? И он, наоборот, становится нагрузкой на все подразделение, им задача теперь его лечить, и на подразделение, на все государство, то есть его надо куда-то везти, его надо лечить, ну, и зачем, да, то есть, а всего-то оторвали стопу. Поэтому принцип достаточности, это вот и теперь по поводу долголетия, да, зачем, зачем, долгие лета, долгие лета, оно у кого, кого-то, кому скучно, да, соответственно, кому грустно, кому, а тот, кто любит жизнь, тот, кто любит творить, у кого жизнь интересна, ему все интересно, ему все познавательно, да, там, ему вот, хочется больше жить, И это гораздо лучше. А термин же бессмертия, то, что я уже так кратко упоминал, и сейчас еще расскажу, то есть, если мы, ну, без, это отсутствие, без меры, да, то есть, когда мера, это, мера, это, то, чего достиг человек в этой жизни, да, для чего? Он, может быть, просто жил, это тоже результат, хороший результат, просто жил, да, врастил детей, сажал деревья, помогал другим, и это тоже прекрасно. Ну, кому много дано, с того, как говорится, многое спросится, у кого много талантов, соответственно, он-то должен заботиться о людях больше и давать больше результатов, но он должен заботиться о себе и о своих близких. Но иногда нужно и, ну, что называется, жизнь положить за страну, за свой народ, вот, иногда за все человечество, но пока у нас все человечество все-таки раздроблено, на многие части, и поэтому заботитесь о себе, о своих близких, о своем народе, и о своих народах, которые соседи. Но при этом не надо забывать, то есть, ну, и приносить большую пользу людям. И я рассматриваю, как бессмертие, то есть, приносить большую пользу людям можно двумя, как бы, это эффективность труда умножаем на время, в котором мы это время работаем. И, получается, можно как повышать эффективность труда, так и время, соответственно, да, то есть, про увеличиваем время. Но надо понимать одно, что опыт, который мы нарабатываем, ну, такое мелкое дополнение, такое мелкое дополнение о том, что время, которое мы нарабатываем, да, вот, ну, опыт, мудрость, ее нельзя, мудрость, мудрым стать 18 лет, да, нужно все-таки там прожить там 30 лет хотя бы, да, то есть, чтобы стать мудрее. Умный, да, там и в 5, и в 10 лет уже есть умные люди, умные дети, но вот мудрым, мудрым это немножко другое. И вот, теперь, возвращаясь к этой формуле по поводу меры, по поводу общего результата, это эффективность труда умножаем на время труда. Причем, очень часто, это, ну, все-таки это в первом приближении, да, вот это, то есть, эффективность нашей работы умножаем на время работы. И мы можем результат получать тем, что повышаем скорость принесения результатов и умножаем на время. Но есть еще всякие вот другие фишки, когда результат вообще получается мгновенно, да, вот. Ну, в следующий раз я вам приведу примеры, как, ну, вот, как быстро получать результаты намного быстрее. Ну, на этом спасибо, и встретимся в следующем видео. Если вам нравится, то ставьте, ну, нравится и поделиться с друзьями. И оставляйте комментарии. С вами был Василий Жальни.